Ну вот и всё. Вот и настал Деникс. Мы уезжаем, улетаем. Вон тут на память фотосессия. Мы сейчас одели Димочке эту курточку и кроссовки, а как к аэропорту подъедем, будем переодевать его в более тёплую одежду. Я тоже буду в тёплом пальто, но я уже сразу тёплый свитерок одела, джинсы тёплые. У меня даже колготки с начёсом шерстяные. Ну, совсем уж зимнюю куртку свою доставать не стала, потому что всё равно это будет невыносимо сейчас в такой зимней одежде ехать. Будем в такой тёплой осени, так скажем, приедем. Но там, конечно, зима, там сугробы, там морозы. Но я думаю, в тёплой осени выйти из аэропорта и сесть в машину, которая нас встретит и довезёт до дома, ну, мы не замёрзем. Эти там 2 секунды 5 метров пройти. Надеюсь, что не замёрзем. Всё, уезжаем. Вот она, мамуля, вышла нас провожать. Вышла нас провожать? Будешь скучать? Да. А я-то как буду? А я-то как буду? Вот это самое... Всегда хочется возвращаться к родителям, всегда. Как бы не было хорошо дома, у них это прям вот своё родненькое. Дима возле тебя стоит недалеко. Пап, ты один нас не вышел провожать, ё-моё! Дим, на север возвращаемся. Всё, в снега. Сейчас приедем, обалдеешь. Там опять всё в сугробах, опять зима. Да, сынок? Ты думал, уже всё, можно налегке гулять. Не тут-то было. Жизнь суровая штука, сын. Да, оказывается, ещё где-то зима есть, и сугробы. Ушки открыты. Хорошо хоть санки вчера нашли. А мы же с собой санки брали. И чуть их тут не забыли. Потом вчера наткнулись на них случайно. Такие, ё-моё, нам же ещё и санки с собой паковать. Здесь они нам не пригодились. В отпуске эти санки. Здесь вообще теплынь. Так, всё. Со всеми обращаемся. На мою, мою, Зойку. Ой. Мамуля. Пока. Счастливо. Всё, давайте, всем привет. Всё, счастливо. Всё. Всё. Всё? Всё? Поедешь? В Сибирь? Всё, давай. Всё? В Сибирь, да? Всё, сажай его в машину. Без памяти с сад ходом приехали. Мужичка, привет. Всё, я пошла в машину. А то я ещё без куртки, мне как-то прохладно. Мы приехали в Саратов. Это аэропорт Саратова. Сейчас Саша Диму оденет и идём в аэропорт. Сейчас, получается, у нас первый вылет будет в Саратова. Летим до Москвы, до аэропорта Внуково. Дальше с Москвы мы летим в Тюмень. И с Тюмени мы летим до Белоярского. Три самолёта. Впереди вся ночь полёта. Надеюсь, что она пройдёт хорошо. Пожелайте мне удачи. Самое главное, чтобы Дима себя вёл хорошо. Всё остальное как бы не проблема. Лишь бы вот Дима сильно не капризничал в дороге. Остальное всё будет прекрасно, я надеюсь. Ну всё, мы всё прошли. Все пункты регистрации, все проходы, как там правильно говорится, всё прошли. Ждём посадки на наш самолёт. А тут есть такие небольшие островки для детей. Я завела Димочку в такой островочек. Ну тут такая маленькая-маленькая мини-детская комната. Дим, смотри, что есть, сынок. Дима, смотри. Смотри, что тут. Что тут, сынок? Смотри, и тут щёлкается. И тут это. А тут вот так можно, Дима. Да? Смотри, играйся. Нам нужно совсем чуть-чуть подождать. И скоро уже прям будет посадка на наш самолёт. Так что классно. У нас здесь получается небольшое ожидание в Москве. Практически сразу прям садимся на другой самолёт. Вот. Единственное, что в Тюмени у нас подольше ожидания будет на следующий самолёт. Ну там, я думаю, мы как раз, наверное, с Димочкой сядем в кафе, покушаем. Ну и так потихонечку время пролетит. Так что всё, я слежу за ребёнком, не буду долго откликаться на камеру. Когда уже буду в Москве, к вам вернусь. Так, мы решили всё-таки с Димой перекусить до вылета. Взяла куриный суп, лапшу, спагетти, куриная котлетка, оливье, компотик, две булочки. Счёт 1180 рублей. Тут замечательно, что есть стульчики для кормления. Я его посадила, он никуда не убегает. Это просто здорово. Сейчас будем ням-ням, сынок. Всё, мы сели. У нас в этом самолёте место у окошка. Так что, думаю, Диме будет интересно. Всё, Димочка умничка со мной рядышком сидит. Ждём, когда взлетит самолёт. И летим в Москву. Мы прилетели в Москву, мы во Внуково, да, Димочка? Ждём следующий самолёт. Тут тоже уже всё прошли. Уже стоим возле стойки выхода на наш самолёт. У нас 13А. В этот раз поближе, чем в прошлый раз я пешком ходила. Мы тоже чуть-чуть прошли, конечно, но не так долго, как я в прошлый раз. Дим, мы село на руках, очень далеко. Вот, ждём, сейчас объявят посадку и летим дальше, да? Дим, это Москва, Москва, да? Димку стричь пора. Весь уже такой, это, аж кучеряшки заворачиваются. Не спал он вообще в первом самолёте, ни грамма, ни чуть-чуть. Будем надеяться, что, может быть, сейчас во втором самолёте он хоть чуть-чуть поспит. Я уже вся мокрая бегать за ним. Конечно, ребёнок, который умеет ходить, это вам не ребёнок, который не умеет. Он постоянно куда-то убегает, бежит. Я бесконечно за ним, я уже вся мокрая, не могу. Постоянно за ним бегаю, как это. Купила две бутылки воды, мне кажется, я даже сейчас не дождусь посадки на самолёт. Мы их уже выпьем, эти две бутылки. Потому что есть вообще не хочется, а вот пить каждые пять секунд. Чё, Дим, в окошко смотришь? Ладно, что увидимся с вами уже, наверное, в Тюмени. Пока ждём наш самолёт, зашли тут в детскую комнату. У нас выход 13А, вот он, прям мы его видим. Но ещё посадка не началась. Детская комната стоит полчаса 500 рублей. Вот мы пока, ну я полчасика оплатила. Чтобы Диме не так скучно было, потому что возле стула вообще невозможно. Ну, чтобы, знаете, чтобы я сидела и он возле меня стоял. Он бесконечно от меня убегает. И как бы я бесконечно за ним бегаю. Тут хотя бы он хоть чуть-чуть занялся какими-то машинками, чем-то это ему хоть интересно. А то я хоть могу, хоть, я не знаю, минут 5-10 посидеть. А то всё, у меня уже закончились все силы, да, сынок? Тут какой огромный, да, огромный машинный мир. Смотрите, целый город. Из кучи-кучи гаражей, машинок, самолётов. Класс. В общем, Диме тут нравится. Мы прилетели в Тюмень. Время 5 утра. У нас регистрация начнётся только в 8 утра на следующий самолёт. Я зашла в комнату матери ребёнка. Уложила Диму спать. Диму уснул. Ну и я как бы жду регистрацию. Я не сплю. Боюсь засыпать. А Димочка спит. Пусть полтора, там 2 часика. Но всё равно хоть чуть-чуть, но поспит. Там за дверью получается игровая в этой детской комнате. Там есть кухня. Я уже Диме там навела покушать. Он покушал. И здесь ещё одна комната с кроватками для мамы. И для ребёнка. Очень удобно и классно. Ладно, не буду долго болтать. Боюсь Диму разбудить. Диме сладкого сна. А мне скорейшего ожидания. До следующей регистрации. Здесь на следующий самолёт мы дома. Два самолёта уже преодолели. Остался ещё один. Вообще фигня. Всё, наше время подошло. Пришлось разбудить Диму. Так его жалко было вообще. Он сонный, капризный. Не хочет никуда идти. Ничего не хочет. Скорее всего сейчас, если в самолёт сядем, он опять уснёт. Но ничего, мы уже всё прошли. Всю стойку регистрации. Подошли к нашему выходу. У нас этот самолёт, выход 3А. Всё прошли, всё. Остался последний самолёт. И мы дома. Ну как дома. Мы в городе Белоярске. Там нас встретит Сашин друг на машине. И потом ещё 200 километров будет везти нас на машине до нашего посёлка. Но это уже вообще, считай, дома. Это уже вообще мелочи жизни. Осталось совсем чуть-чуть. Ждём. Дима уснул. Не дождался посадки на самолёт. Посадка ещё не началась. А мы уже опять спим. Да, сынок? Ну, мне, конечно, так легче, когда он спит, чем когда он бесконечно убегает, пищит, визжит и везде бегает. Вот так вот самое комфортное перебираться с ребёнком, когда он постоянно хочет спать и отдыхает. И никак тебе не мешает. Селушки мои на исходе богатырские. Мы застряли в Тюмени и, похоже, застряли надолго. В общем, вылет у нас должен был в 9.30 быть. В итоге сказали, что из-за плохих погодных условий самолёт задерживается на час. Ну, мы как бы, ну ладно, в 9.30 в 10.30, наверное, полетим. В итоге потом опять объявили, что опять задерживается на час из-за погодных условий. Потом объявили, что опять задерживается на час. И потом опять на час. В общем, сейчас в итоге вот последнее, то, что объявляли, сказали, в час дня будет самолёт. Время уже сколько? Сейчас я скажу. Время без 5.12. Ещё час ожидания. Вы, чтобы понимали, я здесь с 6 утра жду. Ой, всё, я не могу. Уже, правда, вообще сил нету. С учётом, что всю ночь мы летели. Ночь, я считаю, не спала. Дима, естественно, так как он ночью не спал, он летел, он всё это время спит. Мне хотя бы сейчас в этом плане легче, что я не бегаю за ним по всему аэропорту. Что вот мы как сюда вот легли, ой, пришли к нашей стойке выхода. Как вот он уснул на этом сиденье, так он до сих пор и спит. Время 12. Он так ни разу и не просыпался. Вот он мой карапузик, бутузик. Так, сейчас жду, проснётся, надо будет сходить в кафе, покормить его. Пока спал, пошла, посмотрела цены в этом кафе. Я вообще в шоке. Тарелка супа 570 рублей. Супер, супер золотой суп здесь вообще. Ну, деваться некуда, ребёнка кормить надо, да и сама, в принципе, уже проголодалась. Сейчас дождусь, проснётся, пойдём кушать. Так, принесли наш заказ. Внимание транзитных пассажиров, прибывших рейсом. 451 из Москвы, вылетающих в Ямбург, приглашают на посадку. Выход 3А. Вот этот вот суп, девчат, вот так вот выглядящий, стоит 570 рублей. Ну, деваться некуда, я заказала. Тут у меня щучьи котлетки. Сейчас, сейчас буду кормить, сынок, сейчас. Дима уже голодный. Тут щучьи котлетка с картошкой должна быть. Да, конечно, сейчас покушаем. И тут салат греческий. В общем, за вот это вот всё я отдала почти 3000 рублей. Короче, караул в аэропортах кушать. Но деваться некуда. Ладно, всё, я кормлю ребёнка. Объявили, рейс задержали ещё на 40 минут. Уже не в час, а в час 40, сказали. В общем, каждый час его задерживают и задерживают и задерживают. Я не знаю, у меня уже такое подозрение, что мы сегодня никуда не улетим, что, скорее всего, его в итоге по факту вообще отменят. Дима отказался что-либо есть из всего того, что я заказывала. Забрала с собой в один контейнер. Ну, суп я поела, а второе с салатом в один контейнер передвала. Вот, тут недалеко от кафе нашла вот такую вот детскую комнату, небольшую. Написано, что она платная, но как бы никого нету. Не знаю, когда кто-нибудь подойдёт, оплачу. Вот Дима пока здесь бегает, потому что я говорю, я не знаю, сколько ещё часов нам здесь находиться. А я буду вот тут вот рядышком на стульчике наблюдать за сыном и лопать свой салат с котлетой. Всё, мы здесь застряли окончательно. Не обращайте внимания на мой внешний вид. Ну, я как бы ночь в дороге, день в дороге. Я без сна, я не умытая никакая. В общем, в итоге вот, ну, переносили-переносили рейс, как я вам говорила. Ну, и в конце сказали, что всё, этот рейс отменяется совсем, ну, что не будет сегодня рейса. Перенесли его на завтра. Я, получается, в Тюмени с маленьким ребёнком. Понятия не имею, куда мне идти и что мне делать. Я взяла его. Мы оттуда вышли и, ну, вернулись в детскую комнату, которая тоже здесь в аэропорту, комната матери и ребёнка. Вернулись сюда, я вам показывала. Мы утром здесь были. Вот, и я спросила, я говорю, можем, ну, объяснила ситуацию, что так и так у нас отменили самолёт, перенесли на завтра. Завтра, ну, как пообещали, что завтра будет вылет в 9.30. Я говорю, можем ли мы здесь побыть в этой комнате матери ребёнка до завтрашнего дня, на что мне сказали, что нет. Максимум, насколько они могут нас сюда запустить, это 12 часов. В общем, сейчас мы зашли на 12 часов. Я дозвонилась до Саши, до него очень сложно дозвониться, потому что, ну, как вы знаете, да, мы летим на самолёте, он едет на машине по трассе. Что-то нужно? Номер представителя, можете позвонить, узнать насчёт гостиницы. И предоставляют места, вернее, вам, пассажирам на этот, на задержанный рейс. Угу, спасибо большое. Вот, мне сейчас сдали номер. Вот, это, сотрудница детской комнаты сказала, что вроде как тут должны нам предоставить гостиницу. Сейчас попробую позвонить. Может быть, всё-таки правда нам предоставят гостиницу, и мы поедем в гостиницу дальше. Сейчас подождите, я к вам вернусь. Фух, я дозвонилась по этому номеру. Всё, пообещали нас разместить в гостиницу, какой-то лайнер. Как мне объяснили, она где-то здесь на выходе должна быть. То есть, выходишь из аэропорта, и где-то прям вот в зоне моей видимости должна находиться эта гостиница. Туда надо подойти, и нас разместят. Слава богу, мне хотя бы не искать, куда нам теперь ехать и спать. Ой, Димка пытаюсь уложить, не засыпает. Вот это вот, конечно, когда в дороге все сны перебиваются, вон он разговаривает, мой парень. Всё, мы в гостинице. Вообще, меня силы покидают. Меня аж, вот верите, нет, меня аж шатает, как будто бы я пьяная. У меня настолько вообще дурное состояние. Голова прям аж, знаете, аж в глазах темнеет шла. Ладно, как-нибудь я выдержу этот день. Выдали нам гостиницу бесплатно. Мы ничего за неё не платили. Такой скромный, скромный, простой номер. Но мы счастливы, что мы будем не в аэропорту ночью сидеть и ждать завтрашнего самолёта, а то, что мы можем быть вот в такой вот комнатке. Шкафчик, одна кровать, детской нету. Я сказала, ничего страшного, мы поспим на одной. Такой вот старенький телевизор. Тут есть графин, но в нём даже нет воды. Есть холодильник, в общем. Ну, что самое вообще классное, это то, что у нас есть в номере туалет, раковина и есть где подмыть ребёнка. Я переживала, что, ну, возможно, так как у нас бесплатный номер, нам дадут такой, где, знаете, где отдельно надо ходить в туалет, в душевую. Здесь, слава богу, это всё у нас есть своё личное. Это не может не радовать. Единственное, что у нас ничего нету, чем мыться, чем умыться. Вообще ничего нету, чем зубы почистить. Я как бы рассчитывала, что сегодня уже, ну, как бы, в первую половину дня я буду дома, а дома у меня, естественно, всё есть. И шампунь запасные, и гели для душа, и у ребёнка всё есть. Мы вообще из дома всё, ну, что у нас было, мы ничего с собой в отпуск не брали. Мы в отпуске всё покупали, ну, новое. Новый шампунь, там, гель для душа, и ребёнку, чем купаться, всё брали новое. Ну, чтобы из дома это не тащить, думаю, зачем. Я, ну, как бы это, я же вообще без чемодана, я только с ручной кладью. Я ничего не брала с собой, ни косметику, ни то, ни сё, ничем мыться. Ну, в общем, верите, нет, это всё мелочи жизни. Уж одну ночь можно умыться и помыться просто водой, правильно? Без каких-либо дополнительных средств. Димочка развлекает себя как может. Будем отдыхать, будем восстанавливаться, приходить в себя. Набираться сил. И завтра с новыми силами опять в аэропорт и опять надеяться на то, чтобы уехать к себе в Белоярске, в свой город. Единственное, что ещё, конечно, неудобно, то, что мы нанимали человека, просили, чтобы он, ну, сегодня как бы приехал в Белоярске, чтобы отвезти нас к нам в посёлок, в Сорум. В итоге этот человек из Сорума приехал, ну, как бы в аэропорт, ждал нас, ждал все эти часы. Я каждый раз ему звонила, продлили, ну, ожидания ещё на час, продлили ожидания ещё на час. И нам же не сразу самолёт отменили, сказали, что его не будет. А получается, вот, представляете, с самого утра, ну, практически до двух дня его каждый час продлевали. И он тоже, этот человек, ну, который должен был нас отвезти, он тоже всё это время сидел и нас ждал там в Белоярском. И вот только сейчас я ему сказала, что извините, но мы так и не прилетим. И вот он сейчас ни с чем поедет обратно в Сорум. На завтра опять искать какого-то человека, ну, который сможет нас забрать с аэропорта и привезти в посёлок. В общем, есть ещё небольшие сложности. Будем сейчас их решать. Будем сейчас созваниваться с Сашей. Саша едет тоже как бы по трассе, но всё равно периодически у него связи есть. Я отдыхать. Нам принесли покушать бесплатно. Вот, смотрите. Ну, как в самолётах даёт. В общем, получается, еда самолёта. Вот такой салатик, мини-салатик, булочка. Там, наверное, ну, соль, сахар, не знаю. Даже майонез, смотрите, какой маленький. Вот тоже булочка. И здесь курица с гречкой. А здесь рыба с рисом. Красота вообще. Сынок, сейчас так вкусно-вкусно с тобой покушаем, да? Приятного нам аппетита. Вообще классно. За жильё не платим, за еду не платим. Вот это да. Вот это да. Всем доброе утро. Мы проснулись, идём в аэропорт. Будем держать кулачки за то, что сегодня мы улетим. Что, включилось? Хотела вам показать. Смотрите. Вот гостиница лайнер, в которой мы отдыхали, ну, как бы были. И вот, если вы видите, вот это вот здание, это аэропорт. То есть нам вот так вот прямо пройти, и мы уже в аэропорту очень близко, на самом деле. Да, сынок? Очень близко. Нам сегодня с утра принесли покушать всё то же самое, что и вчера. Также курочка с гречкой, рыбка с рисом, салатики. Ну, всё, что я вам вчера снимала, тоже и сегодня принесли. Но мы, если честно, с Димой с утра не можем так кушать. У меня Дима привык завтракать просто кашами. Я вообще не могу с утра что-то есть, я не знаю. Поэтому мы ничего не ели, но в любом случае спасибо, что нас всё равно решили покормить. Всё, идём в аэропорт. Очень надеюсь, что сегодня мы улетим. Всё, мы в аэропорту. Я взяла себе чашечку кофе. Что такое, сынок? Дима. Диму опять отправила сюда, в детскую игровую комнату. Ждём объявления посадки на наш самолёт. Дима пока играется. А я пью кофе, я вообще не могу без кофе. Я сегодня в гостинице проснулась. Это первое, о чём я мечтала, к чашечку кофе. Это блаженство. Я не накрашенная. Никакая. Но я говорю, это уже не важно. Главное добраться до дома, остальное всё мелочи. Мы в самолёте! Ура! Всё, ещё чуть-чуть, и мы будем в Белоярском. Дим, короче, мы в самолёте! К счастью, нет предела. Ещё на один час задержали, но сейчас всё, мы уже сели. Я уже начала думать, что опять отменят в итоге. Не отменили, это хорошо. Приятного нам полёта, да, Дим? Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok